Истинная и главная причина аденомы состоит в нарушении пропорциях между эстрогеном и тестостероном, а именно в высоком эстрогене и низком тестостероне. С возрастом эти пропорции сильно меняются. Хотя эстроген считают женским гормоном, а тестостерон мужским, наверняка вы тоже про это подумали сейчас. Так вот, кто не знал, они оба вырабатываются, и у мужчин, и у женщин. Основные различия – это концентрация их в организме. А эстроген участвует в обменных процессах, вызывает образование жировых тканей, их рост в области бедер, груди, что придает мужчине женственные формы. Это и участие в остеогенезе, обмене кальция и фосфора в организме, и этот гормон, необходимый женщинам и мужчинам. Ну а теперь, не теряя время, провоцирующий рост аденомы-факторы. Первое – употребление алкоголя. Потребление алкоголя увеличивает эстрогена, особенно если человек пьет пиво с его фитоэстрогенами, которые содержатся в пиве в больших количествах, что провоцирует как раз к изменению гормонального фона в организме, пропорции, о которой я говорил. Помните про пивные пузо, груди у мужчин, которые начинают расти и так далее, и так далее. Так вот, пиво – главный фактор возникновения аденом и быстрое развитие аденом у мужчин. Второй фактор – это гормоны, получаемые из съеденной мясной пищи в мясе. Очень много гормонов, особенно если это курица, и, понятно, выросла она, как правило, если она не фермерская, на птицефабриках, где её кололи, в том числе гормонами, или, по крайней мере, добавляли в комбикорма, куда уже автоматически добавляют антибиотики, гормоны, различные факторы роста и так далее. Категорически это не ешьте. Третий фактор – очень важно убрать из рациона, если вы хотите победить аденому, все молочные продукты, кроме чистого жира, ну, сливочного масла, скажем, потому что с точки зрения биохимии это не проблема, а вот любые белки – это большая проблема, молочные белки. А помимо этого, простата увеличивается из-за гормонов в молоке. И дело не только в том, чем колют коров, не в этом, не только в этом дело, а ещё и в естественных гормонах самих коров. Ведь естественные гормоны в молоке коров, которые вырабатывает сам организм этих коров, нужны, но вырабатываются они для своих телят, для запуска обменных процессов, для развития и роста этих телят, для запуска их гормональных систем организма, но не организма человека. Это совершенно разные гормоны, в разных пропорциях, это разные организмы. Как же люди не могут это осознать до сих пор? Так вот, молоко коров и других животных – это очень важный провоцирующий рост аденомы фактор. Четвёртое – масла омега-6. Они провоцируют воспаление. Ну, в салаты можно добавлять, скажем, оливковое масло, лучше всего льняное и кунжутное. Это, как говорится, номер один, два, три. Помимо этого, органовое, кедровое, амарантовое – это тоже можно, но самая главная и идеальная пропорция между омега-3 и омега-6 – это, конечно, льняное масло. Разумеется, холодного первого отжима. В салаты можно добавлять, например, комбинацию оливкового масла и яблочного уксуса или бальзамического уксуса. Это хорошая комбинация для овощных зелёных салатов. Посмотрите вот это моё видео про яблочный уксус. Если у вас уже есть аденома, исключите из своего питания лектиносодержащие продукты. Подпишитесь на мой данный канал, нажмите под ним на слово «подписаться», вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть «уведомления» и выберите «Все видео». Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это моё видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть, мы вместе поможем, наконец-то, людям стать здоровыми и активными. Если у вас уже есть аденома, исключите из своего питания лектиносодержащие продукты. Лектины – это такая группа белков, которые вызывают воспаление. Больше всего их послёновых, зерновых. Ну и, естественно, в бобовых можно оставить из бобовых чечевицу. Другие не нужно, но сейчас я ещё поясню на примере сои, почему же не нужно. Так вот, это был пятый фактор, то есть лектины в продуктах. Можете почитать в этой связи книгу известного врача, кардиохирурга и трансплантолога Стивена Гандри. Парадокс растений – это очень важная тема. Если уже есть у вас воспалительные процессы в организме, тогда вам особенно важно учитывать эти рекомендации. Не нужно провоцировать воспалительные процессы в организме. И так очень много факторов, которые их провоцируют. Зачем добавлять ещё один объективно воздействующий фактор? Шестая причина, шестой фактор – это сахар. Да, сахар тоже провоцирует воспаление. Каким образом? У меня есть много видео последних, в которых я про это рассказывал в той или иной связи. Так вот, хотя бы посмотрите вот это моё видео про калории. Седьмой фактор – как раз соя. Дело в том, что изолят соевого белка содержит эстрогены. А также, кстати, соя содержит очень много лектинов. Не стоит есть соевые продукты. Вот я перечислил главные факторы, провоцирующие рост аденомы. Если убрать эти факторы, то никакие иные факторы не способны в крепком сильном организме повернуть этот процесс в сторону воспаления. Ну а теперь, что же важно и нужно знать, что нужно потреблять? Во-первых, нужно есть больше крестоцветных. Разные виды капуст, различные салаты, листовая зелень, свекла, мангольд листовую свеклу, зелень любую разную и как можно больше. В идеале зелень должна составлять одну-вторую, то есть половину всей пищи за день. Крапивой сныть – это великолепные добавки к пище, к салатам. Корень крапивы повышает тестостерон и снижает эстрогены, поэтому корень крапивы, запомните и запишите, это одно из главных лекарств в победе над аденомой простаты. Но не одно оно, а идеальный вариант – это совмещение совершенно совместимых между собой разных средств. Итак, корень крапивы – это первое мощнейшее средство в борьбе с аденомой. Второе мощное средство – это серенное ползучие. А как это работает? Вот слушайте, экстракт плодов этого растения нарушает превращение тестостерона в дегидротестостерон, о чем я говорил в главной своей лекции про данному, который стимулирует пролиферацию клеток предстательной железы. Вот это дегидротестостерон. Уникальное это растение, оно обладает антиандрогенными свойствами, которые избирательно, именно избирательно, проявляются на уровне предстательной железы. Уж так природа распорядилась. Экстракты этого растения не вызывают изменений гормонального баланса в крови, не влияют на гипоталамогипофизарную систему организма. Они оказывают противовоспалительные действия, уменьшая синтез простагландинов за счет ингибирования активности фосфолипаза 1,2 и за счет высвобождения архидоновой кислоты. Также эти вещества уменьшают проницаемость сосудов и отек ткани предстательной железы. И самое главное, этот экстракт обладает антиэстрогенной активностью. Ну и как следствие способствует уменьшению интенсивности и симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы и приводит к уменьшению ее размеров. Я надеюсь, что скоро это растение в виде качественных экстрактов будет у нас в продаже на нашем сайте nadgard.ru. Третий очень важный фактор, очень важная мера – это потребление в пищу проростков семян брокколи. Там есть такое вещество сульфорофан. Я, впрочем, об этом рассказывал в своем видео про брокколи. Посмотрите его еще раз. Я не просто так советую смотреть те или иные видео в связи с темой, которую я обсуждаю и раскрываю. Так вот, этого вещества максимальная концентрация именно в проростках брокколи. А что это делает вещество? А оно замедляет рост аденомы. Оно замедляет рост онкологии, то есть рака простаты. Ну и рака молочных желез у женщин. Это и мощнейший антиоксидант. Это и сильный детокс. После того, как я в нескольких видео рассказал про проращивание семян брокколи, стали спрашивать люди, а где купить? Еще раз, на нашем сайте nadgard.ru есть в том числе семена брокколи. Еще одно важнейшее вещество для профилактики аденомы и лечения ее – это, конечно, микроэлемент цинк. Важнейший микроэлемент для лечения проблемы аденомы. Самый лучший цинк в хелатной форме, водорастворимый. Причем вместе с фульвовыми кислотами – вот этот. Он полностью усвоится организмом и принесет ему огромную пользу. А фульвовые кислоты донесут, в том числе цинк, до каждой клетки в полном объеме. Посмотрите вот это видео мое потом еще про фульвовые кислоты. Какое огромное значение они для организма имеют. Выходит, польза два в одном. Ссылка на этот товар будет в описании под этим видео. Я советую еще и принимать селен, такой мономинерал тоже, потому что это мощнейший антиоксидант среди минералов. И при любых воспалительных процессах и селен, и цинк пить необходимо. Самыми лучшими препаратами, содержащими селен в усвояемой форме, а также и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, ЭПК, ДГК и прочие важные компоненты для здоровья, иммунитета и против воспалений – это, конечно же, препараты профессора Исаева «Латтл» с селеном и «Амафор» с селеном. Принимать их лучше совместно, каким образом, как, сколько – это смотрите все в описании под этими непосредственно товарами. Ссылки на них будут под этим видео. А также посмотрите обязательно хотя бы два самых важных видео, в которых профессор Исаев рассказывает, как в 80-е годы он создавал эти и другие уникальные препараты. К тем основным трем мерам и дополнительным, про которые я сейчас сказал в борьбе с аденомой, я советую добавить и применять как системный подход в совокупном своем применении лечебные грибные препараты. Веселка водорастворимая форма, шитаки водорастворимая форма, рейши в виде капсул, порошка в них, свечи веселка и шитаки. Есть такое мое видео. Лечение простатита и аденомы простаты. Лучший метод. Идет это видео 25 минут. Об этом я там подробно рассказываю, как что принимать. Хотел бы, чтобы вы обратили внимание особое вот на что. Вместе с этим набором идет препарат, который называется Эспинель. И это бестемпературно полученное холодным способом выжимка из коры осины, который сохраняет все полезные лечебные свойства. В отличие от высокотемпературных методов получения аналогичных экстрактов. Так вот, он не только гонит из организма очень тяжелые формы паразитов, например, аписторхов или простейших вроде лямблей. Но это и одно из самых сильных средств на свете по лечению аденомы и простатита. По снятию этих специфических воспалений, лечению этих недугов. Но вместе в наборе комплексно за 6 месяцев можно излечить практически любую стадию и форму аденомы. Ну, а профилактически, естественно, это 100% гарантия от недопущения данных недугов. Ну и в конечном счете, текстом более подробно это расписано. У меня на сайте nadgard.ru называется набор для лечения хронического простатита на 6 месяцев курс. Вы можете просто перейти по ссылке. Вот под этим видео будут ссылки вот на все, что я говорю. И все равно каждый раз люди спрашивают. Меня это просто поражает. Это какое-то неуважение. Просто значит не смотрят видео, не досматривают. Но вы хоть досматривайте. Я же говорю не один даже раз, даю ссылки и всегда говорю, под данным видео, если вы нажмете еще, откроются эти ссылочки под видео. И там будут все ссылки на все то, о чем я говорю каждое видео. В завершение хочу дать совет. Есть у меня мини-инфопродукт номер 4, который называется аденома предстательной железы, простатит, причины, последствия, профилактика и комплексные методики лечения. Я советую приобрести данный мини-инфопродукт. И еще мой совет. Перейдите же все-таки на разумное веганство без дефицита питательных веществ. На разумное веганское кето-питание. На интервальное голодание в идеале перейдите. Очень важным фактором является в любой методике, системе лечения, тем более воспалительных процессов, тем более обменных процессов, аутоиммунных и так далее. Это водородная вода, как мощнейший антиоксидант. Это водородная вода с отрицательным ОВП, то есть со свободными электронами, которые как доноры будут отдавать себя тем клеткам, которые лишились по каким-то причинам одной из парноходящих по внешней орбите электронов под воздействием свободных радикалов. И, соответственно, они будут разрушаться, клетки погибать, или они должны откуда-то оторвать электроны. Вот эти свободные электроны из воды выпиты, и тогда и встроятся, поглотятся клетками, как бы возьмут, притянут себе электроны, восстановятся. Они не будут тогда погибать в том объеме, в том количестве, в котором бы погибали, если бы вы ниоткуда эти свободные электроны бы не взяли. Вот это очень важный фактор. Вообще у меня есть видео, посмотрите его, оно о том, какие вообще существуют физико-химические свойства воды, какие важны и так далее. И еще очень важное видео, которое я советую вам посмотреть, это отзывы людей, которые пользовались нашими приборами еще два поколения приборов назад. То есть сейчас более совершенные технологии. Да, и какие преимущества новой модели от предшествующей, тоже очень хорошие, у нас на сайте тоже расписаны. Я советую вам приобрести эту книгу, кто-то из вас вдруг смотрит меня впервые, у кого-то будут протесты, мол, все это ерунда, ну потому что они где-нибудь по телевидению услышали, что все это ерунда. Так вот тогда давайте следующим образом поступим. Если вы хотите что-то возразить в начале, прочтите книгу Гарбузова, доктора Гарбузова, «Ионы водорода лечат рак», ну а потом попытайтесь что-то возразить, а также мои лекции посмотрите. Нужны будут исследования, научные статьи, пожалуйста, под видео будут ссылки. Так, это договорились, учтите, это очень важный фактор, это минимум процентов 20 к успеху, только водородная вот эта вода. Главное, чтобы она была чистая, без примеси других газов и без примеси каких-то ни было металлов, поэтому электролизный блок, мембраны должны быть покрыты чистой платиной. И вот этот фактор безопасности самый главный. Ссылку на сам прибор я оставлю вам прямо под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И вот сейчас в конце этого видео я хочу дать вам мои непременные рекомендации. Обязательно посмотрите следующие мои видео. Инсулин и инсулинорезистентность, раздельное питание, кето-диета, калории, интервальное голодание, как убрать живот, бока жир, аутофагия. Почему нельзя есть после 16.00? Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!